Экстренная и доступная помощь на протяжении 8 десятилетий. Отделение скорой медицинской помощи Ненецкой окружной больницы отмечает юбилей. 4 декабря 1937 года при окружной больнице был создан пост из дежурных медсестер и врача для оказания срочных медицинских услуг. Со временем пост вырос до отделения и переехал в другое помещение. Сегодня скорая медицинская помощь прочно вошла в жизнь городского человека и работает на основе современных медицинских стандартов. Давление, температура, рвота, какие-нибудь переломы, травмы какие-нибудь. Егор Канев работает в скорой помощи третий месяц, но уже может рассказать о статистике обращений. Звонков за сутки бывает до сотни по самым разным жалобам. Самые частые – проблемы с сердечно-сосудистой системой, органами дыхания и пищеварения и травмы. Пока Егор помогает людям косвенно, принимает звонки и передает заявки фельдшерам. Но в будущем планирует ездить на вызовы сам. Я уже давно так решил, когда еще в Кубе жил. В Архангельске обучаться буду. А когда будешь? В июле, в этом, значит, год документу подам. А там известно будет, когда. Когда Егор выучится на фельдшера, ему уже не удастся спокойно сидеть на рабочем месте. Как правило, дежурство выдается нелегким. Одна бригада за сутки выезжает по вызовам до 15 раз. Всего ежесуточно дежурят три бригады. Одна врачебная и две фельдшерские. Люди вызывать любят. Люди вызывают и по неотложным состояниям, и по скорым состояниям. То есть, как бы, скорая медицинская помощь вызывает по разным поводам. Вызывает с температурами, и дети вызывают, и бабушки уже в преклонном возрасте с давлением, с высоким. За 16 лет службы в скорой помощи Дмитрий Митин не помнит случаев нападения на бригады. Бывают неприятные ситуации, но чаще всего людей на белокрасных машинах очень ждут. С учётом современного оснащения автомобилей сотрудники могут оказать помощь даже людям с экстренным обращением. Поражение током, потеря сознания, судороги, кровотечения и многое другое. В таких случаях бригада прибывает по адресу через 20 минут. В неотложных случаях время ожидания скорой помощи до двух часов. Обращаемость довольно высокая. Коэффициент обращаемости где-то более 400 на тысячу населения. То есть практически половина населения в течение года обращается. У нас в районе обслуживание 30 тысяч населения. Ну вот 14 тысяч вызовов, 14-14,5 тысяч вызовов в год. Это получается каждый второй хотя бы один раз обратился в нашу службу в течение года. Накануне 80-летия в 2015 году условия работы медицинских сотрудников кардинально улучшились. Служба скорой помощи переехала в современное здание с тёплым гаражом, комнатами для отдыха, столовой и душевыми кабинами. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север.